Я пошла, когда на колбасу, вот туда в дальний холодильник. Он в это время прошел через вот этот проход резко и к кассе. Покупатель всячески отвлекал Елену. Вначале попросил взвесить печенье, а после отправил за колбасой. Когда продавец отошел от кассы, ринулся за выручкой. Он уже кассу открыл и начал деньги хватать. Я его задержала. Мы начали с ним бороться все это. И он, естественно, сильнее, конечно, меня. У меня на кассе еще телефон мой сотовый был. Он схватил телефон. Я сначала телефон хотела выдернуть, но он как-то выдернул. И пробежал через вот этот узкий проход и на выход. С телефоном и деньгами подозреваемый добежал до соседней улицы. Оттуда через некоторое время в дежурную часть поступило сообщение от 30-летней женщины об ограблении. Заявительница рассказала, на нее напал неизвестный и похитил цепочку. Стоимостью 23 тысячи рублей. Увидел женщину, проследовал за ней. Все, вот, смесь никого сзади, впереди нет. Подошел сзади, сорвал, убежал. В Волжском районе Саратова сотрудниками оперативно-сыскного отдела городского управления полиции мужчина был задержан. Он дал признательные показания. По версии следствия, данный гражданин может быть причастен к серии ограблений на территории заводского и волжского районов Саратова. Общий ущерб составил более 100 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские устанавливают возможную причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений. Если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий данного гражданина, сообщите об этом по телефону, указанному на экране. Эллада Бжалимова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.